Эфир телеканала «Россия-24» продолжает вести Ульяновского региона в студии Рина Шмыгова. Добрый вечер и коротко о главных итогах уходящего дня. Патриоты в скорую в региональный Минздрав в помощь врачам передали 20 ульяновских внедорожников. Погодник-негодник. Жители дома на проспекте Ленинского комсомола донимают шум из подвала. В проблеме разбирался Эдуард Истомин. Укращает огненную стихию. В региональном чрезвычайном ведомстве подвели итоги конкурса профессионалов. О лучшем начальнике караула репортаж Игоря Кранцева. Сегодня стало известно, что тест на COVID-19 губернатора Сергея Морозова дал положительный результат. Накануне глава региона ушел на самоизоляцию. У него поднялась температура и появился кашель. Всего же за сутки в Ульяновской области зафиксировано 280 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 358 человек. Семерых, к сожалению, спасти не удалось. Промышленный сектор региона подводит промежуточные итоги 2020 года. Для производителей вторая его половина, как минимум, выдалась нелегкой, а для кого-то и вовсе кризисной. При этом отрицательная динамика, ситуация общемировая. Проблемы в первую очередь связаны с пандемией. В Ульяновской области индекс промышленного производства снизился на 5% по сравнению с показателем прошлого года. Это говорит о том, что, конечно же, были существенно снижены государственные программы, госзаказы. Но и население в этой ситуации тоже показало свое отношение к своему сбережению. И много было средств потрачено для того, чтобы обеспечить систему здравоохранения. Благодаря разработанным мерам поддержки многим предприятиям удалось не только избежать сокращения рабочих мест, но и сохранить высокое качество продукции. Именно его отмечают на конкурсе 100 лучших товаров России. В этом году в шорт-лист лауреатов попали несколько ульяновских компаний. Эта награда подтверждает наше качество. Несколько лет назад перед предприятием должно быть выбрано две дороги. Первая дорога – это борьба за качество. И вторая дорога – это борьба за количество. Мы выбрали все-таки качество. Мы не стали идти по пути увеличения объема производства, а пошли по пути увеличения качества. Не допустить кризиса позволили меры поддержки бизнеса. 21 миллион рублей – такова сумма субсидирования, выплаченная из областной казны. Автопарк регионального Минздрава пополнился новыми машинами. Первую партию госзаказа из 20 автомобилей отечественного производства передали министру здравоохранения. Десять УАЗов серии «Патриоты» и столько же новеньких «Буханок» после постановки на учет будут распределены по медицинским службам региона. Это машины в базовой комплектации. Они предназначены для выездных в фельдшерский бригад, могут быть использованы для забора анализов, могут быть использованы для доставки маломобильных пациентов в лечебные учреждения. В общем, эти автомобили могут быть укомплектованы непосредственно лечебными учреждениями, любой укладкой медицинского оборудования и медикаментов. Пока это первая часть госзаказа. После Нового года ожидается поступление второй партии. Еще 57 новых машин с конвейера Ульяновского автомобильного завода. На Ленкоме разыгралась драма. Правда, речь идет не о блестящей постановке в знаменитом театре, а о скандале в доме на проспекте Ленинского комсомола. Его жители считают, что энергосбережение вредит их комфортному проживанию. А в роли негодника оказался так называемый «погодник». Эдуард Истомин выехал на место конфликта. На Ленкоме 44 никак не получается освободиться от разных приспособлений и устройств. Вне дома жители вынуждены пользоваться масками. А перед входом в квартиру надевают наушники. Они хоть как-то купируют внешний шум из подвала. И это одна из квартир во втором подъезде. Ее хозяйке покой только снится. В зале и комнатах постоянный гул. С ролью самолетного бортинженера Светлана Уханева не желает мириться. У нас одна единственная возможность – это заткнуть уши и спать более-менее спокойно. Потому что находиться в квартире с этим шумом и спать невозможно. Гул идет от вибрации с подвала по стояку отопительной системы. По одной из версий, ее насос работает в турбулентном режиме. Из-за этого трубы резонируют, издавая гул. И все же людям нужна не наука, а комфорт. За него они и платят управляйки. Три месяца назад в подвале дома смонтировали погодник. Но экономия тепла вылилась в мигрень до простуды. И это на фоне пандемии. Это не только дети. У меня соседка с больничных вылезает циститом, заболела, всю зиму болеет. Это нормально, вы считаете? Вы считаете, что это только из-за этого? А из-за чего? Из-за нити? Конечно, мы же не первый, вот здесь живем. А это квартира в соседнем подъезде. Сегодня здесь красный день календаря. Температура в кухне плюс 19. Чтобы не замерзнуть, люди врубают электроплиты. Тем временем коммунальщики рисуют непонятные цифры. Они прибавили температуру. И когда пришла комиссия, было тоже в квартире 19-20 градусов. Но тоже признали, что это некомфортная температура для проживания. Диспетчер говорит, что у вас написано 21 градус. По словам людей, схема температурного замера проста как дважды два. Коммунальщики изначально добавляют тепла в дом. После прогрева к жалобщикам мчится комиссия. И приборы фиксируют чудесные результаты. Мы намерили в 106-й квартире 105-20 градусов. Мы оживили. 20 градусов. Вы же расписались в акте. Я не вру. Вот ни сроки не вру. За работу прибора погодного регулирования отдувался подрядчик. С ним управляйка заключила договор на обслуживание. Коммунальщик обещал отрегулировать устройство, но со сроками не определился. Максимально короткий срок. Максимально короткий? Ну сколько? До 1 января? До 10 января? До 15 марта? О-о-о-о. 15 марта, конечно, далеко. Будем оперативно решать этот вопрос. На сходе люди раскритиковали работу управляющей компании. Если она не исправится в короткий срок, то собственники грозятся перейти к другому коммунальному патрону. В городе управляй к навалам. Незаменимых нет. Эдуард Истомин, Михаил Державин. Вести Ульяновск. Студентам Ульяновского строительного колледжа рассказали о тонкостях уголовного законодательства. Беседу с молодежью провели сотрудники Ленинской прокуратуры. Студенты узнали о порядке привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности и о том, как нужно себя вести, оказавшись под следствием. Это обязательное присутствие педагога, законного представителя, психолога. Среди прочей информации студенты узнали о сроках и порядке проведения допроса. 27 декабря страна отмечает День спасателей. Ровно 30 лет назад был образован Российский корпус спасателей. В канун праздника Ульяновское региональное управление МЧС России провело традиционный конкурс профессионалов в рамках фестиваля «Созвездие мужества». Лучшим начальником караула признали Константина Киселева из специализированной пожарно-спасательной части. Сбор выясни более одной минуты. Константин Киселев – выпускник специализированного вуза МЧС в Иваново. Еще будучи студентом, делал первые шаги в профессии пожарного. А с 2018-го трудится в расположенной в Новом Городе специализированной части. Огнеборцы, работающие здесь, выезжают не только на пожары в Новом Городе при городной зоне. При необходимости именно их отправят на сложные объекты за пределами Ульяновска и даже области. Необходимо минимальные сроки выбрать решающее направление. Здесь по тушению пожара. Из-за этого будет зависеть от данных указаний на пожаре. Указания должны отдаваться быстро и четко. Скромный в жизни, уверенный и умеющий сохранить холодную голову, даже когда рядом полыхает жаркий огонь. Так коллеги отзываются о Константине Киселеве. Профессиональные и личностные качества, по словам руководителя части, и стали определяющими в назначении молодого выпускника вуза на должность начальника караула. Когда самостоятельно начал дежурить, у него были и опытные его товарищи, подчиненные, которым мы тоже помогали. А в принципе он быстро во все вник. Парень, он такой у нас очень работоспособный. Вот такие выезды – вполне обычное дело для огнеборцев. А в период новогодних праздников их количество может возрасти. Виной тому и петарды, и неосторожное обращение с огнем и застолья. Как такового страха нет, адреналин бывает появляется, но это все рабочие моменты, поэтому мы тренируемся, повышаем свою профессиональную подготовку. Кому-то из пожарных, возможно, и лучшему начальнику караула в области придется дежурить и в профессиональный праздник, и в новогоднюю ночь. Главное – успеть помочь, говорят Константин Киселев и его коллеги. И это не просто слова. Игорь Кранцев, Сергей Свечников, Вести, Ульяновск. Сегодня зажглась рождественская звезда. В Лютеранской церкви Святой Марии накануне прошло праздничное богослужение. 25 декабря протестанты и католики отмечают рождение Иисуса Христа. Кирха по традиции украшена рождественской или вифлеемской звездой. Зажжены четыре свечи, озаряющие светом рождественский венок. И, конечно, сотворен вертеп, где среди овец и появился спаситель. Прихожан было немного. Пандемия коронавируса заставляет многих оставаться дома. Пастор Владимиров призвал всех побороть страх перед болезнью и верить, что Господь рядом. Слова, которые предшествуют Рождеству, которые звучат в рождественских чтениях, они очень и очень актуальны. Например, когда ангел обращается к Марии и говорит «не бойся». И каждый из нас сегодня тоже может это воспринимать именно как обращение конкретно ко мне. Как важно в это время не поддаваться страху. И рождение Иисуса Христа, оно возвещает нам о том, что Господь близко, Он не далеко от нас, Он приходит в нашу жизнь и приходит для того, чтобы мы родились в Его семье, мы принадлежали Его Царству и обрели тот покой, который может дровать только Он. На праздничной службе обязательно разыгрывается рождественский спектакль. В этот раз он был о мудрой улитке, которая всем другим зверям рассказала, зачем Господь сотворил их и как Он заботится о каждом. Улитка была очень старая, и улитка очень хорошо молилась. И Бог ее слышал. Рождество – это время чудес и добрых дел у всех христиан. Прихожане Евангелической Литеранской общины сегодня вместе с пастором отвезут подарки в детский дом. Так, наш УАЗик еще не использовали. В Омске ульяновский фургон переоборудовали в передвижную усадьбу Деда Мороза. Декорированная под пряничный домик мобильная карета оснащена мощными колонками. Внутри находится елка, камин, сундук с подарками и место для Деда Мороза, которое, увы, в нынешние и новогодние праздники будет пустовать – коронавирусные ограничения. Зато разрешены фотосессии возле нарядной усадьбы. Мобильная резиденция Деда Мороза отправится в путь завтра и за время новогодних каникул намерена объехать весь Омск. Поздравление от главного зимнего героя. Симбирский Дед Мороз передает детям привет из онлайн-резиденции. В этом году он не приходит к ним домой. Общение только через экран смартфона. Так дедушка успевает навестить как можно больше внучат. Для каждого из них звучит персональное поздравление от сказочного героя. Желаю тебе и твоим близким здоровья, счастья, чтобы твои мечты обязательно сбылись. Дети по традиции читают стихи, рассказывают Деду Морозу, как прошел их год и сколько добрых дел они совершили. Очень много детей приглашают Дедушку Морозу к себе в гости. К сожалению, Дедушка Мороз прийти не может, но всячески передает приветы, машет ручкой и надеется, что в следующем году наши ребята встретятся с ним вживую. Получить поздравление от Деда Мороза просто. Оставьте заявку и ждите звонка. Чудо обязательно произойдет. Каким был уходящий год для Ульяновского госуниверситета? Как педагоги и студенты пережили дистант? И что нового ожидается в системе высшего образования России? Расскажет в теме дня ректор опорного вуза Ульяновской области Борис Костишко. На этот час у меня все новости. Я благодарю вас за внимание и желаю вам хорошего вечера. До встречи. Увидимся. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Днем на дорогах снежные заносы.